Ему уже сделали предложение. После поражения в Суперкубке руководство Барселоны стало активно искать сменщика Вальверде. Барса решила пойти по проверенному пути и призвать на пост главного тренера одну из легенд клуба. Им стал 39-летний Хави, который накануне встретился с представителями Барселоны, чтобы обсудить возможное назначение на пост главного тренера. Неудивительно, что выбор пал на Хави. Во-первых, все мы помним примеры Луиса Энрики и Пепа Гвардиолы. Во-вторых, сам Хави прекрасно знает Академию Барсы, является авторитетом у игроков, да и вообще выглядит тем человеком, который способен встряхнуть синий гранатовых в сложный период. Однако испанец не ответил согласием на предложение Барселоны и назвал его слишком поспешенным. Главному тренеру катарского Аль Садо оказалась не по душе идея стать новым наставником Барсы посреди сезона, поскольку он хочет начать строить новый проект с нуля и со временем идеально собрать игровую идею и стиль команды. При этом экс-хавбек Барсы хотел взять еще несколько дней на раздумие, но руководство обязало тренера дать ответ в тот же день. Хави ответил отказом, но дал понять, что рассчитывает возглавить клуб летом. По информации гааль.чон, так все и произойдет, Хави сменит Вальверде, у которого по окончании сезона истечет срок действия контракта. Он плакал, чем партиру наистоном, с меусомич с де собако, где даст фатбал и амптоцел с фанскую анвингу,талаботика, дельдоа, фестивал чит и малпер, чилибрарлен чительмундиаль, дичь лоб с дела FIFA. 30. Он плачерчам партирун рата чонь миссами гости собака адидас фатбалы чонь тадо слось фанскую аньбенида алатейн дадель доа фестивал читы мал пара челебрарел и ничиадель мундиаль дичлу без дифифа. 30. Атаз бейна плея сурита шариты афтер нон уитмы собака адидас фатбал фриен санте альты фанцу очами тадоа фестивал читы маладидас старита члебратиты стартов ты фифа члуб куарл чуб. 30. Последние годы экс-ховбек синегранатовых проводят на заработках в Катаре. Там он на протяжении четырех сезонов выступал за месть на Яльсат, за который провел более 80 матчей и отличился 21 раз. Его же он позднее возглавил и почти сразу взял титул с клубом. 30. В ближайшую пятницу у Хави важный матч в Кубке Катара, где его команда встретится с Аль-Дюлалом, лучшей командой страны в этом году, возглавляющей таблицу лиги. Эта игра может принести тренеру Хави уже второй титул в Аль-Садде, после победы в Суперкубке прошлым летом. Впечатляющая статистика молодого кауча с учетом того, что он возглавил Аль-Садд в мае 2019-го. Первая причина, по которой Хави отказал Барси, может заключаться в том, что он очень уважает Эрнеста Вальверди и не хочет мешать его планам добиться с Барсой максимальных успехов до конца сезона. Вторая причина, он поддерживает хорошее отношение с Виктором Фонту. Хави не ладит с нынешним президентом Бартамеу, о чем свидетельствуют его недавние беседы с Граой и Абедалем. Тренер привержен Фонту, который является одним из кандидатов в президенты. Выборы состоятся в 2021 году, но, несмотря на разногласия с Бартамеу, Хави готов принять предложение уже летом. Ведь за его назначение выступают старожилы клуба, Леонель Месси, Серхио Бускец и Жерар Пике, а также спортивный директор Арика Абедали и генеральный директор Оскар Грау. Но летом может быть слишком поздно. После неудачных переговоров с Хави президент клуба Бартамеу намерен пригласить на пост бывшего тренера Таттенхэма Моуэсиа Пачектана. По информации Рача Дин, эту идею поддерживают и остальные руководители клуба, поэтому Барса уже связалась с аргентинцем и предложила ему должность главного тренера. Самое время вспомнить, что Моурисио, будучи тренером Таттенхэм Хацпур заявил, что он лучше будет работать на ферме, чем возглавит каталонский клуб. Одно я знаю точно, я никогда не стану тренировать Барселону или Арсенал. Точно так же я никогда бы не тренировал в Росарио Сентраль, ведь я играл за Ньюэлл Солдбой. Лучше уж я буду работать на ферме в Аргентине, чем тренировать названные команды, говорил Моуэсио. Дело в том, что Пачеттино начинал свою тренерскую карьеру в другом клубе из Барселоны, Эспаниоли. За него же аргентинец выступал в качестве футболиста. Посмотрим, станет ли он противоречит самому себе, приняв предложение Синегранатовых или Барселона получит еще один отказ. Продолжение следует...